В эфире информационная программа «День города» в студии Ирины Ковалева. Здравствуйте! О самых важных и ярких событиях первого рабочего дня и прошедших выходных вам расскажут мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город». Сегодня в выпуске. 60-летие Ордена Ленина в Рязани отметили юбилей награды, полученный регионом в 1958 году. Почти 6 тысяч над землей. Рязанцы впервые поднялись на воздушных шарах на высоту 5800 метров. Мировой рекорд. Рязанская фигуристка Александра Трусова выиграла чемпионат мира среди юниоров. 60 лет назад Рязанской области был вручен Орден Ленина. В 1958 году награду присвоили региону указом Президиума Верховного Совета, а Никита Хрущев лично передал ее первому секретарю Рязанского обкома партии Алексею Ларионову. В настоящее время орден выставлен в здании правительства Рязанской области. В 1958 году рязанцы совершили настоящий прорыв по показателям в агропромышленном комплексе. Большой урожай зерновых, надой молока и многое другое. За 10 лет в городе открылось 40 предприятий и 3 института. Началась газификация домов, а при Рязане впервые поехали троллейбусы. Стоит отметить, что произошло это в послевоенные годы. Для региона это стало большим рывком вперед. За эти достижения Рязанская область получила почетный орден Ленина. Современники вспоминают, какой ажиотаж царил при вручении. Мне тогда было, наверное, 8-9, я учился в школе, и мне удалось, посчастливилось попасть на стадион «Спартак». Это, верно, был самый большой тогда комплекс, который мог собрать несколько тысяч рязанцев. И там, значит, был такой митинг, концерт. И мне больше всего запомнился, конечно, огромный энтузиазм, который царил тогда на стадионе. В торжественном мероприятии, посвященном 60-летней годовщине вручения ордена Ленина Рязанской области, принял участие губернатор Рязанской области. Николай Любимов отметил, что сейчас город продолжает славные традиции предков. В 2017 году в регионе собрали рекордные урожаи зерна. Впервые удалось нарастить поголовье коров и выйти на объем производства молока более 350 тысяч тонн. Губернатор также напомнил рязанцам, что орден Ленина был какое-то время утерян. Благодаря участию мецената награду выкупили и вернули Рязанской области. Сейчас орден выставлен в правительстве региона. Наш регион очень перспективный. Надеюсь, что вместе мы сможем максимально эффективно использовать все возможности для улучшения качества жизни рязанцев. От души желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания, мира и добра, реализации намеченных планов на благо родного края. И, конечно же, благодарю всех, кто присутствует в этом зале, особенно наших ветеранов, за то, что было сделано вами и за то, что вы делаете сейчас, не попадая в руку. Спасибо вам огромное. Низкий вам поклон. На мероприятии присутствовали почетные граждане Рязанской области и города Рязани, ветераны войны и труда, а также представители общественности. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания «Город». В Рязани стартовал проект по финансовой грамотности для старшего поколения. Курс рассчитан на месяц. За это время слушатели узнают о банковских услугах, в том числе и дистанционных, способах экономии бюджета и его пополнения, познакомиться с видами финансовых операций, а также научиться распознавать мошенников и финансовые пирамиды. Как не попасться на удочку мошенников, не лишиться собственных средств, а также грамотно оплачивать счета с помощью интернета? Рязань вошла в число 25 пилотных регионов, в которых проходит обучающее занятие от Банка России. Курсы проводят для людей пожилого возраста. Мы знаем, сколько наши бабушки и дедушки стоят в очереди, когда хотят оплатить какие-либо услуги в банке. Здесь мы им покажем, что это можно делать, не отходя от компьютера, а при использовании более-менее современных телефонов, по QR-коду оплатить в течение минуты, провести практически любые коммунальные платежи. Также один из серьезных вопросов, который мы хотим осветить, это противодействие мошенникам. Мы понимаем, что все мошенники нацелены на тех людей, у которых есть деньги, и которые наиболее уязвимы. Мы думаем, что здесь как раз люди, которые постарше, как раз попадают серьезно в их категорию. Кому-то только исполнилось 55, а кому-то уже за 70. Они уже далеко не студенты, но снова сели за парты изучать незнакомый предмет. Повысить уровень знаний многие решили после того, как столкнулись с интернет-мошенниками, чтобы знать, как отразить их атаки, а также быть подкованными в финансовых вопросах. За парты сели 25 учеников. Попасть в группу мог любой желающий. Курсы финансовой грамотности, конечно, очень полезны, потому что мы люди уже старшего поколения, хотя мы и работаем на компьютере, но очень важно знать, как работать с финансами, как можно оплачивать квартиры, как можно оплачивать детские сады, возможно, даже учебу и даже свои вклады какие-то. Нужно ими уметь управлять. И управлять через компьютер нужно научиться всем. Всего ученики посетят 4 занятия. Каждая длится до 3 часов. На первом старшее поколение узнает, как сберечь деньги и правильно распоряжаться собственными финансами. Второй этап включает управление банковскими услугами. Еще в один обучающий цикл войдет тема познания электронных технологий и проведения операции в режиме онлайн. Изучат и правила безопасности услуг финансовых организаций. А по окончании курса получат сертификаты. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Освещение на дорогах города в темное время суток оставляет желать лучшего, что и говорить о загородных трассах. Не раз сотрудники госавтоинспекции сообщали о ДТП, которые происходили ночью, когда один водитель попросту не заметил на дороге другого. Исход таких столкновений зачастую трагический. С 18 марта сотрудники региональной госавтоинспекции начнут штрафовать водителей, которые при остановке за городом выходят из машины без светоотражающего жилета. 31 октября 2017 года в Рязанской области было зафиксировано два смертельных наезда на пешеходов в темное время суток. В том же году в Рязанской области произошло еще одно ДТП с трагическим исходом. В темное время суток водитель и пассажир покинули свой автомобиль из-за поломки. Мужчин не заметил водитель грузовика, в результате чего ситуация закончилась смертельным исходом. В декабре прошлого года в Рязани водитель Nissan X-Trail в темное время суток сбил 19-летнего пешехода. Пострадавший был госпитализирован. В настоящее время ситуации на дорогах должны измениться в лучшую сторону. В случае вынужденной остановки транспортного средства или факта дорожно-транспортного происшествия вне населенного пункта, в темное время суток или в условиях ограниченной видимости, при нахождении на проезжей части или обочине необходимо быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку, имеющие полосы со световозвращающими элементами. Изменения вступят в силу с 18 марта. Сейчас ажиотаж на покупку жилетов со световозвращающими элементами еще не наступил. Да и мнения самих водителей насчет новой поправки разнятся. Я думаю, нужно. Выходит, людей много погибает, ошибает. Я думаю, раньше без этого обходились и сейчас. Их видно, водители. Даже когда в темноте едешь, видно, отражается. По крайней мере, машина едет. По мне лучше так. Правда, в новой поправке также существует много нюансов. Один из самых главных – новое правило распространяется только на остановке в ненаселенных пунктах. Так, если водитель попадет в ДТП в темное время суток на областной трассе, то он обязан выйти из автомобиля только в жилете со световозвращающими элементами. В противном случае нарушителю грозит штраф в размере 1 тысячи рублей. Если же никакой аварии не произошло, и шофер просто покидает свое транспортное средство, то он становится обычным пешеходом, которому жилет не нужен. Хотя в правилах дорожного движения есть отдельный пункт, регулирующий движение пешеходов в ненаселенных пунктов. В нем говорится, что на одежде должны быть световозвращающие элементы. В противном случае нарушителю также грозит штраф. Правда, в размере 500 рублей. Или предупреждение. В настоящее время закон еще не вступил в силу. И говорить о его эффективности пока рано. Остается только надеяться, что такое изменение положительно скажется на ситуации на дорогах. В понедельник утром в рязанских группах в социальных сетях появилось видео горящего башенного крана. Пожар произошел на улице Семчинской около 8 утра. Тушить его выезжали два пожарных расчета. Пострадавших нет. В региональном МЧС назвали предварительную причину пожара башенного крана в Рязани. По данным пресс-службы, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания в кабине. Рязанская фигуристка Александра Трусова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров, установив при этом новый мировой рекорд. Стоит отметить, что спортивная карьера юной рекордсменки началась именно в нашем городе. Сегодня о своей звездной ученице вспоминает ее рязанский тренер. Уже сейчас оценки новой русской звезды выше, чем у Медведевой и Загитовой, взявших серебро и золото на Олимпиаде в Корее. Фигуристка Александра Трусова на чемпионате мира среди юниоров чисто исполнила два четверных прыжка. А это сенсация в мире фигурного катания. За техническую составляющую в произвольной программе Александра Трусова получила лучший результат в истории произвольной программы. 92,35 балла. Это мировой рекорд. Сегодня она тренируется в Москве, а начиналась спортивная карьера девушки в Рязани. Она очень смелая девочка. Она смелая. Она не боится прыгать. Она хочет и не боится. Это очень важно. Она не просто вот выпрыгивает, она обдумывает это. И как это не просто прыгнуть, но и приземлиться и сделать это на результат. Поэтому у нее получается. Она всегда отличалась хорошими прыжками. По словам российского тренера Татьяны Тарасовой, то, что сделала Трусова, никто в мире не повторит еще лет 10. К этим прыжкам фигуристка готовилась долго и уже не раз выполняла их на тренировках. Уникальность в том, что на самом деле в последний олимпийский цикл фигурное катание просто шло семимильными шагами вперед. Четверные прыжки уже даже не редкость. Мужчины выполняют все четверные прыжки. Все, какие есть в фигурном катании, кроме там акселя, который будет уже в 4,5 оборота. Реально. А девушке на самом деле еще никто не исполнял четверные прыжки. Может быть кто-то на тренировках, где-то еще. Потому что у Саши тоже не получались на тренировке. Я видела неоднократно в Ютьюбе, она выкладывала. Но на соревнования, к сожалению, еще не получалось. Александра Трусова тренируется у Этери Тутберидзе, среди воспитанников которой Юля Лепницкая, Евгения Медведева и Алина Загитова. Так что вполне возможно, что в ближайшем будущем на Олимпийском льду в борьбе за золото мы увидим и спортсменку из Рязани. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В воскресенье 11 марта семеро рязанцев поднялись на воздушных шарах на высоту в 5800 метров. За три часа они преодолели 55 километров. Как выяснилось, этот полет стал одним из этапов подготовки к проекту по перелету через Эльбрус на тепловых аэростатах. Эльбрус станет не первой горной вершиной, над которой на тепловом аэростате пройдут рязанские воздухоплаватели. Однако самой высокой. Чтобы преодолеть Эльбрус, им нужно будет подняться на высоту 7000 метров. Так что воскресный полет – необходимая тренировка. Вчера, наконец-таки, хорошая погода, солнце, прекрасный день. Все собрались вместе, так чтобы попробовать, как мы себя чувствуем на пяти. У нас было с собой кислородное оборудование. И, в принципе, заявка была подана до 6 километров. И поднялись на символичный 5,642. В принципе, горелки работают нормально. Дыхание отличное, тем более то, что на горной подготовке присутствует. Кислород работает. Поняли то, что необходимо, как резерв, добавить кислород для горелки. И чтобы в следующий раз подняться на 7500 минимум. Высота почти в 6 километров. На сегодняшний день личный рекорд рязанцев. Но это далеко не предел. Впереди у них взятие новых вершин, как высотных, так и горных. Ну а мы будем продолжать следить за их успехами и головокружительными полетами. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Музыкальное событие в Рязани. В город приедет известная исполнительница шансона Катерина Голицына. Невероятное исполнение, чувственные тексты и пронзительная музыка. Все это ждет рязанцев уже в этом месяце. Я женщина на миллион. Ты дорогой попал, похожий. Одна на миллион. Именно так называется главный хит певицы Катерины Голицыной. Еще в семилетнем возрасте девочка прекрасно пела и сама аккомпанировала себе на фортепиано. С музыкой Катерина не расставалась никогда. Благодаря напористому характеру начинающей певицы удалось поработать с такими известными группами, как «Москвички», «Девчата» и «Ровесники». Приобретя драгоценный опыт, Катерина стала лидером группы «Вия Катюша». Спустя некоторое время она нашла жанр, в котором ей было максимально комфортно выступать. Так в свет вышел альбом в стиле шансон под названием «Уходя, уходи». Катерина Голицына неоднократно была номинирована на премию «Шансон года». Она – частый гость на музыкальных фестивалях страны. 28 марта певица выступит в муниципальном культурном центре города Рязаня. Цена билетов – от 800 рублей. А целый мир еще не знает, какая дама пропадает. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 4,7% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно с Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Грязь, слякость, выхлопы. Шум, шум, шум. Плотный трафик, строительная техника, высоковольтные линии. Жить в городе? Зачем? Зачем жить в муравейнике, если в 10 минутах от города расположился жилой комплекс «Полянка»? Жилой комплекс «Полянка» – ближе к природе, вдали от суеты. Жилья, субтитры, вдали от суеты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok